И часть вторая моего обзора моей парфюмерии. В общем, начну я с Моргана. Это вот тот самый мой Морган. Кстати, вот что-то сильно упало у меня. Который я покупала на клубнике года три, наверное, назад. У меня вообще еще был зелененький, но зелененький мне не понравился. Он пах для меня... В принципе, сначала мне нравился, потом нет. Он пах укропом для меня. Такая ассоциация была. Это вот те самые, которые похожи на мандаринчик, на цитрусовый, на сладенький, на цветочный диск. Вот сравним. Вот они. Я их тут уже расставила так хорошенько. Так сказать, мою часть первую. Большую часть первую. Вот они. Пока сюда их отставим. А это, кстати, вот пахнут ванилькой. Специально сейчас я их приснула на себя. Давно не пробовала. Это тоже мой Морган. Кстати, Франция. Тоже той же клубники, где, в принципе, я покупала Дольче Габбан. Но сейчас я ее не советую. Этот сайт обрусил. И там, в принципе, какая-то... Короче, легче купить подделку там даже за те же деньги, что натуральная стоит. Вода. В общем, мой Морган. В принципе, его сейчас не найдешь. Вот эти я покупала... Похожие покупала потом подружкам. В Ребенске два года назад. В каком-то магазине, по-моему, Калина. Они пахнут ванилькой. Похожи очень на Оду Любви. Ну и, соответственно, на то, на что похоже Оду Любви. Кстати, стойкие. Скажу я вам. Вот такие у меня были маленькие. 35 мл. эти 100. И, в общем, я потом покупала по скидке. Не поверите, вот эти я покупала за 235 рублей. Тогда еще года два или три назад. В общем, шикарные духи. Очень мне нравятся. Так, вот это что-то вообще 15-летней давности. Розы Эрмитажа. Розы в розовом. Пахнет розой исключительно. Срок годности давно прошел. Это русская фирма какая-то. Может быть, так и называется Эрмитаж. Даже не помню уже, что. Она у меня не гуглится. Ну, в принципе, может, такой найдет. Стойкие. Где-то больше суток держатся. Ну, я раньше очень угорала по розам. Мне кто-то там дарил духи розовые. А эти я покупала сама. В общем, стоят они. Вот, по-моему, из этой же фирмы выпускается как раз лед кокаин. Так, сета у нас утро в саду. Роза. Цветок розы. Пахнет исключительно розой. В общем, был когда-то у Ифраше тоже какая-то такая серия цветов. Цветочных туалеток. Держится она, конечно, не очень долго. Ну, вот, если пользоваться с гелем для душа, который у меня есть и молочком для тела, то очень оно, в принципе, на сутки хватает. Роза. Еще у них в Ифраше был как-то абсолют роза давно. Еще из серии так же, как вот эти вот секрет десенс, секрет эссенции. Тоже такой термоядерный, долгостойкий. В общем, роза классическая. На нее похож пион. Ну, пион, в принципе, от своего рода тоже роза, мне так кажется. И, в общем, это вот как раз та самая серия, при которой были некоторые духи, которые сейчас повторяются. В общем, допустим, то, до которой дойдет очередь, это вот цветок апельсина. И вот в этой серии был цветок апельсина. Я сейчас не знаю, есть ли тут название какое-то. Сейчас попробую посмотреть. Наверное, уже все, что можно, стерлось. У них срок годности прошел где-то год-полтора назад. Это пион. У меня его было два флакончика таких, и два флакончика по 60 миллилитров. Это 30. Ну, какой-то я продала, какой-то в поменяшках отправила, кому-то продарила. В общем, он мне очень-очень нравится. Он стойкий. Тоже были гели для душа и молочко для тела, но это когда-то уже давно было. Это Элизабет Арден. Вообще, это одни из первых моих духов вообще в моей жизни. Когда-то мама моя мне дарила Элизабет Арден. Это я заказывала сначала на Гринмаме, когда у них можно было заказывать французские духи, когда в Гринмаме были остатки французской косметики, которой именно во Франции производила Гринмама. Это, ну, в общем, чайное дерево на самом деле. Это, в принципе, зеленый чай. Я тогда неправильно обозвала. Вот что там зеленый чай, что здесь. Вот эти, они очень легкие, нежные, но они настолько нестойкие. В общем, в Элизабет Ардене я вообще люблю эту стерию. Я бы ее сколлекционировала, но или мне не получается где-то купить, или жаба душит, или просто люди не дарят. Люди, дарите мне Элизабет Арден серию зеленый чай. В общем, потом я заказывала их на клубники своей тете и себе. И вот как раз это вот клубничный вариант. В принципе, можно купить их на озоне. Люди, подарите мне духи с озона. Я буду вам благодарна. Так, это такая своеобразная реклама призов. Значит, у нас утро в саду как раз вот этот цветок апельсина. Он, кстати, такой, несколько с горчинкой. Он похож на цветок вишни. Несколько с горчинкой. Чуть-чуть действительно дает каким-то там, может быть, даже цитрусом. Не знаю. Ну, мне очень нравится. Я покупала его в начале года, когда там еще в Ифраши не было таких запредельных цен. А это у нас цветок вишни. Ну, то есть, видно, какой я из них больше пользовала. Он тоже с горчинкой, немножко сладенький такой. Ну, как туалетная вода, она, конечно, легкая. Ну, и не совсем так долго держится. Это неведомые отливанты. Я, может, потом когда-нибудь сделаю отдельный обзор по отливантам. И постараюсь их перед этим перенюхать все. Этот флакончик у меня был вообще практически вылитый. Там, наверное, осталось-то совсем чуть-чуть. Это вот как раз две посылки были от одной девочки Даши. Благословитую Аллах. Суть в том, что она очень некачественно их запаковывала. Ну, и у меня каждая посылка пахла каким-нибудь парфюмом. Ну, да, на ее совести останется. Это мне моя однокласска подарила. Как вы называете их? Люксы. Попытаюсь правильно это произнести. Гюссели. Гюсс. Что-то такое. Гусь, короче говоря. Гусь от Настип. Он для меня пахнет похож на что-то такое сладкое. И вот как раз на этот эликсир и фрашествий, который для меня пахнет пластилином. Они стойкие. Сутки двое, если не трое, держатся. Вообще, это было в подарок в довесок к установке Линукса. Реклама. Могу поставить Линукс на ваш компьютер. Так, это у нас из той моей огромной покупочки в эфраше лимончик. Ну, все его помнят, кто смотрел то видео. Кто не смотрел, он пахнет лимончиком. Что-то еще другое я там не заметила. Лимонный базилик. В общем, это лимон. Можно 3-4 раза за день на себя попрыскать и будете пахнуть лимоном. Кстати, гель для душа у меня еще сохранился лимонный. Так, это у нас чайное дерево. Это, кстати, как раз замена той кеньской воды. Но она понежнее, немножко горчит даже больше. В принципе, держится тоже не особо долго. Но, в общем, она мне нравится. Так же зеленые духи, они почти всегда зеленые. А это вот те самые evidence, как явность. И вот, что я забыла тогда сказать. Они пахнут пудрой. Такой нежной, сладкой пудрой. У меня подружка одна покупала год назад. И она вот именно их пудрой обозвала. Вот ассоциация именно с пудрой. Они термоядерные, они стойкие такие. В смысле термоядерные по долготе. Это они сутки-двое, если на свитер прыснуть, то недели-две пахнут точно. И тут мое видео мне говорит, что опять оно заканчивается. Ну и я постараюсь сейчас по-быстрому. Это мне в поменяшках пришло. Так, персив дил. Я его не нюхала. Ну, кто ими пользуется, распространяет их, тот, наверное, знает. В общем, пока я прощаюсь. И сейчас будет еще малюсенькое видео. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok